Ручная вышивка Ручная вышивка Очень трудоемкий и долгий процесс На одно пану, например, может уйти до 7 месяцев Такие большие работы или большие заказы Выполняются тандемами Выходят в 2 раза быстрее Иногда эти рабочие узы крепче, чем супружеские А как вот, извините, пожалуйста, вы как я в тормашками вышиваете сюжет Вот с той стороны я понимаю, а здесь все наоборот перевернуто Или вам все равно, у вас уже глаз так наметан? Все равно как держать, да? Мы срабатываемся так, что иногда сидим много лет Вот моя напарница Марина Мы с ней вообще даже не знаем, сколько лет в паре Напарник это уже святое, как мы говорим Может показаться, что эта работа сплошной блеской красота На самом деле тяжелый физический труд Во-первых, страдает зрение И, конечно, шитье требует невероятной сосредоточенности Извините, пожалуйста, а какую вы музыку слушаете? Ну, а что там? Можно послушать? Да, можно, конечно Ну-ка Что это? Алла окончила единственное на территории бывшего союза училище золотного шитья И, что удивительно, осталось в торшке Обычно у студентов другой настрой После окончания училища я хочу поступить на высшее дизайнера И зарабатываю студеневки вот этим способом Сюда точно не вернусь Как-то не перспективный город В торшке чудом не утратили навык Шить золотом вручную Но куда его применить сегодня? В то время как в мире золото швеет Ремесленная элита Их дорога лежит напрямую в синдикат домов высокой моды Ведь главная особенность от кутюр – тонкая ручная работа То, что здесь умеют в совершенстве По закону высокой моды одежда на 70% должна быть шита вручную Труд портных исчисляется в часах В среднем около тысячи часов ручная работа уходит на создание одного платья Пока студентки золотошвейного училища шьют только для себя Коллекция Шали С 2006 по 2008 год Вообще, конечно, эффектнее всего смотрится золотое шитье на темном фоне Очень красивая темно-коричневая шаль Если это дело рук выпускниц этого училища То это очень крутая работа Сейчас мы с вами увидим коллекцию, которая называется «Золотинки» Это 2008 год, аксессуары ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин